В прямом эфире новости вас приветствую я, Екатерина Булучевская, и вот главная тема выпуска. Доступна ипотека для всех. По решению губернатора в Омске снижены ставки на жилищные займы. Не играйте с огнем. МЧС объявила пожароопасный сезон. Под новой крышей. Повезло в том, что мы до дождей успели. В доме на Лукашевича, где ремонт кровли срывался несколько раз, наконец-то завершены работы. Любовь зла. Парень угнал такси ради дамы сердца, а она сдала его в полицейский участок. И герои былин в реальном мире. Омские богатыри показали силу на престижных состязаниях. Ставка по льготной ипотеке в регионе снижена на 3%. Решение принял губернатор Александр Бурков. Разницу с федеральными значениями компенсируют за счет областного бюджета. Будет дополнительно выделено порядка 160 миллионов рублей. Таким образом, приобрести квартиру Амичи могут под 83% годовых, в то время как по стране ставка составляет 11,5%. Программа господдержки будет действовать до 1 июля. Отмечу, пониженная ставка сохраняется на весь период кредитования. Но есть несколько условий. Во-первых, сумма займа не должна превышать 6 миллионов рублей. Во-вторых, возраст на момент погашения долга не более 65 лет. Ну а оформить кредит можно с 21 года. Также в списке условий стаж работы на последнем месте не менее трех месяцев. Первые строительные работы на территории особой экономической зоны «Авангард» начнутся в следующем году. Сейчас предприятия-резиденты, уже заключившие договоры аренды, готовят проектную документацию для создания производств. Об этом журналистам сегодня рассказали на пресс-конференции. Всего таких предприятий сейчас три. Газпром «Нефть Графитек», Омский электротехнический завод, региональный центр обработки промышленных отходов. Договор с еще одним резидентом планируют заключить до конца апреля. Общий объем инвестиций в проект уже составляет около 45 миллионов рублей. Ожидается, что эти предприятия смогут обеспечить рабочими местами почти 700 человек. Сейчас активно ведется поиск новых компаний, заинтересованных в размещении на территории «Авангарда». Однако планы многих предпринимателей серьезно спутала непростая экономическая ситуация. По новым резидентам, разумеется, мы держим руку на пульсе. Мы работаем со всеми, с кем уже отрабатывали. И не останавливаемся на достигнутом, уже планируем на весь этот год, другие публичные мероприятия. Но больше всего рассчитываем, конечно, на стабилизацию экономической ситуации, чтобы инвесторы снова понимали основные параметры своих проектов. Ну и финансово-экономическую модель, по сути, конечно, нужно всем строить заново. Указ о создании в Омске особой экономической зоны премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в конце 2020 года. Место под нее отведено на северной промышленной площадке города. Главные преимущества для резидентов – развитая инфраструктура, наличие уже проведенных коммуникаций, а также транспортная доступность для будущих работников. Сегодня в Омской области объявлен пожароопасный сезон. В МЧС предупреждают, снег в лесах региона почти сошел, и температура воздуха стабильно держится на плюсовых отметках. МЧС начали выезжать на природу. Неосторожное обращение с огнем, брошенная незатушенная сигарета или подожженный мусор могут спровоцировать ЧП. Отмечу, пожароопасный сезон объявлен в Омске и в 17 районах, преимущественно это юг региона. На остальной территории области соответствующий режим также будет введен еще в 9 районах со вторника, 12 апреля. На севере с 15 числа – это следующая пятница. Сотрудники МЧС просят о МЧС обращаться с огнем осторожно, не сжигать мусор и сухую траву. Особенно это касается дачников. Кадры решают все. Как наладить взаимопонимание между руководителем и сотрудниками? Почему сейчас на первый план при поисках работы выходит не только зарплата? Такие вопросы сегодня обсуждали на 17-м кадровом форуме. Площадка собрала менеджеров по персоналу, глав предприятий, экспертов из Омска, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы. Рынок труда в нашем регионе по-прежнему остается дефицитным. Предложений от работодателей больше, чем соискателей. И такую разницу специалисты объясняют в том числе и низким уровнем квалификации потенциальных сотрудников, а также отсутствием опыта. Его не имеет каждый шестой человек, вставший на учет в службах занятости. Еще одна большая проблема – текучесть кадров. Это как трудовая миграция. Амичи уезжают из региона за более высокой зарплатой и лучшими условиями. Но для молодежи до 30 лет, которая сейчас выходит на рынок труда, важен индивидуальный подход. Мы подбираем персонал, даже при не очень хороших условиях ищем. Их имплантируем в организацию. Молодежь говорит, а мне это не нравится. Здесь не так на меня смотрят. Мне непонятно перспективы развития. Наставничество идет традиционным образом – упал, отжался, выплывешь, не выплывешь. И люди уходят. Я понимаю, получается, с одной стороны, работодатели набирают персонал, а с другой стороны, не меняют систему отношений, чтобы удержать этот персонал, заинтересовать и так далее. Еще один главный вопрос – работа в условиях санкции. Пять компаний заявили о намерении сократить почти 100 сотрудников. Еще около 240 мячей находятся в так называемом «простое». Не работают, но и не уволены. Это персонал ушедших с рынка организаций. Для решения данных вопросов действуют меры поддержки. Сотрудники могут пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Компании получить субсидии на компенсацию затрат по оплате труда. Также, чтобы сохранить штат, персонал проходит переквалификацию. Расходы частично покрываются из бюджета. На все эти цели Омску федерация выделила почти полмиллиарда рублей. В Омской области наплыва беженцев из Украины в ближайшее время не ожидается. Об этом рассказали на заседании Комитета гурсовета по социальным вопросам. Сегодня в нашем регионе находится около 30 человек. Они добрались из Украины самостоятельно и проживают сейчас у родственников. Напомню, ранее сообщалось, что Омская область готова принять более 2,5 тысяч вынужденных переселенцев. Их в случае необходимости планировали разместить на базе санаториев и детских лагерей. Пока эти меры не потребуются, поэтому Омские здравницы в предстоящем сезоне смогут принимать гостей в обычном режиме. Ни дождь, ни снег не страшны. Жильцы многоквартирного дома номер 19 по улице Лукашевича принимают новую кровлю. Но ждать ее пришлось целый год. Реконструировать крышу по программе капитального ремонта подрядчик начал еще в апреле 2021. Строители заменили профнастил над двумя подъездами, а после чего работы остановились. Дом попал в категорию проблемных. Как удалось решить этот вопрос, все подробности в нашем материале. Благодарственное письмо за выполненную работу Галина Лохина вручает прямо у подъезда. Говорит, вот так надо относиться к делу. Почти год она вместе с соседями жила в страхе, что многоэтажка останется без крыши. Новый подрядчик приступил к ремонту в феврале. Бригада строителей работала без выходных с утра до позднего вечера. Крышу сдали на месяц раньше назначенного срока. Жильцы довольны. Быстро нам повезло в том, что мы до дождей успели. Ну и снегом тоже нас особо не заваливало. Но ребята все предусмотрели. У них все было пленкой натянуто. Поэтому все нормально. В категорию проблемных дом попал в апреле прошлого года. Прежний подрядчик отремонтировал кровлю над двумя подъездами. И на этом работы остановились. Жильцы забили тревогу. Тем более, что в одной из квартир на пятом этаже проживает ветеран Великой Отечественной войны. 4 апреля он отметил 100-летний юбилей. С первым подрядчиком фонд капитального ремонта договор «Расторг». Из-за судебных тяжб новую организацию через аукцион выбрали только в этом году. Отбор подрядных организаций проводит министерство. Мы уже отбираем на основании ценовых предложений. И контролируем ход производства работы, применение качественных современных материалов. Строители заменили стропила, восстановили водостойки, вентиляционные шахты и слуховые окна. Уложили пароизоляционную пленку для сбора конденсата. Крышу утеплили керамзитом, чтобы потолок верхних этажей не промерзал. Сверху накрыли профнастилом, жестким и прочным. Деревянные конструкции обработали огни-биозащитой от гниения и пожара. При должной эксплуатации такая крыша прослужит как минимум 50 лет. Сегодня нужно проходить два раза в год осенние и весенние осмотры, делать кровель. Где-то протянуть, где-то что-то расшаталось, подбить, подмазать, подкрасить и так далее. То есть его нужно в любом случае обслуживать. Если управляющая компания будет обслуживать данный дом достойно, то и, соответственно, эта крыша простоит очень долгие годы. Капитального ремонта в Омской области сегодня ожидают порядка 700 домов. Единственный источник финансирования региональной программы – это взносы. Тариф в этом году увеличили до 11 рублей 43 копеек за квадратный метр. Мера вынужденная. Выросла стоимость строительных материалов. Впрочем, отмечают в фонде капремонта, большинство омичей ответственно относятся к оплате квитанции. Средства в регионе собирают на уровне 88%. На старте запуска программы в 2014 году эта цифра была в два раза меньше. Наталья Бельская, Денис Лопарев, 12 канал. Ради любви, хоть за решетку, омские госавтоинспекторы в очередной раз задержали серийного преступника с разбитым сердцем. 23-летний омич угнал такси, чтобы приехать на встречу с возлюбленной. На 10-й Амурске он приметил открытую иномарку с ключами в замке зажигания и воспользовался подвернувшимся случаем. Правда, Домосердца поступок не оценила и попросила силовиков забрать горе-романтика в полицейский участок. Молодой человек, к слову, попадает в поле зрения и полицейских, и прессы уже не в первый раз. За последнее время он совершил пять угонов. А во время очередного задержания заявил, приступает закон ради подруги и сам жертва коварных обстоятельств. По словам отца девушки, дочь поставила точку в романтических отношениях с самичем еще три года назад. Причина – молодой человек пристрастился к наркотикам. Однако чувства, похожие романтика с уголовными наклонностями, не отпускают. Каждый раз, угоняя авто, приезжает под окна бывшей возлюбленной, чтобы возобновить отношения. И каждый раз романтическое свидание заканчивается за решеткой. Еще больше откровений очевидцев дебоша и заключения наркологов, а также шокирующая история мечей, которые в прямом смысле пали жертвами черных риэлторов. Все это в новом выпуске проекта «Основано на реальных событиях Омск». Сегодня, сразу после проекта «Мы вместе» на 12-м канале в 21 час 50 минут. Омская область вошла в десятку регионов. По размеру сельхозугодий служба статистики опубликовала результаты первой микропереписи в аграрной сфере. Согласно полученным данным, в нашем регионе сегодня работает 400 крупных сельхозорганизаций, около 2000 крестьянко-фермерских хозяйств и свыше 240 тысяч личных подворий. Средняя площадь угодий за последние годы увеличилась в полтора раза. Тем не менее, напомню, что губернатор на днях заявил о необходимости продолжать включать в оборот неиспользованные сельскохозяйственные земли. Также Александр Бурков сделал акцент на задачи по увеличению урожайности аграрных культур. У Омска области, по словам главы региона, есть все, чтобы существенно нарастить объемы сельхозпроизводства. А вот о чем расскажем в 22.30. Как превратить простое хобби в крупный бизнес? Секрет раскрыт. Мария Кутузова еще в декрете начала шить детскую одежду для своего ребенка. Продавать распашонки сначала даже и не думала, но стоило пару раз чаду появиться в костюмах от мамы на улице, на молодую женщину тут же посыпались заказы. Ну а сегодня у Амички уже собственное производство и отличная репутация на маркетплейсах. А все потому, что бренд продвигает культуру родного края. Самые популярные принты Любочка и Степаныч. Мы запустили серию изделий, сделаны в Омске. Прям наносим этот хэштег на все наши изделия. Мария уверяет, все вещи качественные и не уступают зарубежным аналогам. Поэтому европейские санкции и уход сетевиков ей только на руку. О том, как омский предприниматель дает ответ Западу, расскажет Дарья Шадрина. Четвероногие правоохранители в деле. Такого в школе не увидишь. Служебные собаки из кинологического центра продемонстрировали шестиклассникам все, на что способны. Импровизированное место преступления совсем не отличалось от реального. За полчаса псы нашли. Полный комплект рецидивистов. Взрывчатку, наркотики. А для пущего эффекта еще и обезвредили уголовников. Но и зрители оказались не из робкого десятка. Задержание очень понравилось. Ты захочешь быть кинологом? Может быть. Ну а фишкой экскурсии по центру стало общение со служебными собаками. Как псы, которые всегда на страже, отреагировали на детскую ласку, расскажет Ангелина Рунова. Штудируют литературу и вспоминают правила русского языка. Завтра в стране стартует марафон грамотности. Сотни тысяч человек примут участие в просветительской акции «Тотальный диктант». Первые строчки проверочного текста в Омске на 43-х площадках прозвучат в 14 часов. Текст Марины Степнова о жизни мальчика-подростка из Воронежа конца 19 века прочтут губернатор Омской области Александр Бурков, мэр Сергей Шелест, а также мои коллеги, журналисты 12-го канала. Танзеля Бахтиярова, Антон Парахин, Максим Гречанин, Наталья Рогалева и Владимир Мутовкин. Проверить свою грамотность можно будет и онлайн. Этот год, кстати, может побить рекорд прошлого. В 2021-м в «Тотальном диктанте» по всей стране приняли участие 667 тысяч человек. Дачные автобусы выйдут на маршруты уже с 30 апреля. Городской и частный транспорт будет ходить по средам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Такое расписание запланировано вплоть до 22 мая, затем количество рейсов увеличат до 4 в неделю. Отмечу, что стоимость проезда не изменится. А на самых популярных направлениях будут ходить автобусы большего класса. В конце лета дачные маршруты снова перейдут на трехдневный режим работы. Разгромили соперника и перевели серию в четвертую игру, не без участия дополнительных сил в виде болельщиков. Омские ястребы, забросив 8 шайб в третьем матче полуфинала Кубка Харламова, смогли сократить отставание в противостоянии с Красной Армией. Хотя все складывалось для мячей не самым лучшим образом. Забросив первыми, отличился Данил Фисенко, ястребы упустили нить игры и пропустили трижды в меньшинстве. Причем третий гол на первых секундах второго периода, казалось, добил нашу молодежку. Однако уже спустя несколько минут ястребы сами получили численное преимущество, реализовали его, а затем выдали мощнейший отрезок, забросив еще четыре шайбы. В заключительные 20 минутки красноармейцы получили большой штраф, который ястребы реализовали дважды. Как итог, 8-4 в матче и 1-2 в серии. Четвертая игра пройдет в хоккейной академии «Авангард» уже сегодня в 19.00 по омскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на 12-м канале, а также на ютуб-канале МХЛ. Самые сильные люди России живут в Омске. Это в очередной раз доказали наши стронгмены. На прошедшем в Красноярске «Сайбериан Пауэр Шоу» Дмитрий Скосырский впервые в истории этого престижного турнира стал его двукратным чемпионом. Амич вновь подтвердил звание сильнейшего юниора страны. Также на пьедестал соревнований поднялся еще один наш земляк Юрий Калмаков. Подробности в сюжете Алексея Дарьева. Красноярск «Сайбериан Пауэр Шоу». Борьбу за награды представительных соревнований ведут 10 профессиональных стронгменов, среди которых и наши земляки – опытный Юрий Калмаков и сильнейший юниор страны Дмитрий Скосырский. Впрочем, был на этом турнире и еще один амич – Михаил Шевляков. Но на сей раз наш прославленный земляк сам тяжести не поднимал, а выступал в роли главного судьи турнира. Вот только наличие своего человека в жюри ничем Дмитрию Скосырскому и Юрию Калмакову не помогло. Рассчитывать на какое-то снисхождение от Шевлякова не приходилось. Сам же Михаил признается – проще самому бороться с запредельными весами, чем со стороны наблюдать за выступлением своих подопечных. Я как судья своих сужу всегда гораздо жестче, чем остальных, чтобы не было вопросов лишних у атлетов и вообще у всех, кто это смотрит. Да, вы абсолютно верно подметили – достаточно сложно, потому что даже когда ты сам не поднимаешь, но прекрасно представляешь, имеешь вообще представление о том, как это все сложно. В общем, поднимали они, а уставал почему-то я. В этом спорте экстремально все. Вес снарядов, возможности атлетов и, конечно же, сами испытания. Strongman Events, или говоря по-русски «состязания силачей», включают упражнения, которые характеризуются сложностью, требуют выносливости и взрывной силы. При этом большинство соревнований отличаются друг от друга. Тут попросту нет стандартов. И омские силачи в этом виде спорта не имеют себе равных. Процесс воспитания настоящих богатырей в Омске, кажется, поставлен на поток. На турнире в Красноярске опытнейший ветеран 37-летний Юрий Калмаков завоевывает бронзу. А вот 23-летний Дмитрий Скосырский побеждает в блестящем стиле, оставляя далеко позади всех конкурентов. Для меня каждое соревнование, я считаю, как последнее. То есть нужно выступать так, как будто их больше не будет. Соответственно, для меня эта победа была очень важна, потому что я выступал на этом турнире в 2019 году и выиграл там. То есть для меня это несло значение, что я стану двукратным чемпионом Сибири на пауэр-шоу, чего еще не было в истории Сибири на пауэр-шоу. Четыре месяца Дмитрий целенаправленно готовился к этому турниру и сумел стать его триумфатором. Наша школа силового экстрима продолжает высоко нести флаг омского спорта не только в России, но и на самых престижных мировых турнирах. Вот предложения уже поступили на август и на осень. Пока не буду говорить, но это международный старт. Дай бог, чтобы к тому времени уже, как минимум, логистика была немножко попроще. Будем готовиться. А так остаются еще все российские турниры, на которых будем выступать, набирать обороты, потому что нужно обкатываться, нужно держать марку. Так что все хорошо, все довольны, я считаю. Алексей Дарьев, Владислав Осинцев, 12-й КОМ. Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра 9 апреля в Омске облачно с прояснениями. Ночью 0,2, а днем воздух прогреется до плюс 6. В области облачно ночью от минус 1 до плюс 1, днем немного теплее, плюс 3, плюс 5. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Пока это все. Новости итоги дня подведем в 22.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова